Прещение Иоанн Златуста Прещение Оно называется не одним наименованием, но многими различными Так это очищение называется Баней Покебытия Спас нас, говорит апостол, Банью Возрождения и Обновления Святым Духом Послание к Титут, 3 глава Называется и Просвещением, как называет его опять Павел Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий Послание к евреям, 10 глава Называется и Крещением, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись Галатам, 3 глава Называется и Погребением, мы погреблись, а с ним, говорит, Крещением в смерть Послание к Кремлянам, 6 глава Называется обрезанием В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным Совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым Послание к Колоссе, 2 глава Называется и Крестом Ветхи наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное Кремлянам, 6 глава Есть общее всем людям омовение посредством бань, которая обыкновенно омывает нечистоту телесную Есть омовение иудейское, которое хотя важнее первого, но гораздо ниже благодатного Так как и оно омывает нечистоту телесную, но не только телесную, а и зависящую от немощной совести Есть много вещей, которые по свойству своему не нечисты, но становятся нечистыми от немощи совести Как в отношении к детям маски и прочее пугалище, которые по свойству своему не страшны, кажутся детям страшными По слабости их естества Так и в отношении к тому, о чем я сказал Например, прикосновение к мертвым телам по свойству своему не нечисто Но когда оно случится с человеком немощной совести, то делает прикоснувшегося нечистым Что это дело по свойству своему не нечисто, показал сам учредитель закона Моисея, который нес с собой мертвого Иосифа И однако остался чистым Посему и Павел, рассуждая о такой нечистоте, происходящей не от природы, а от немощи совести, говорит так Нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым Тому нечисто Кремлинам 14 глава Видишь ли, что нечистота происходит не от свойства вещей, но от немощи помышления Развратник ли кто, или блудник, или идолослужитель Или сделал какое-либо другое зло, хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки Но если он войдет в водную купель, то выйдет из этих божественных струй чище лучей солнечных А чтобы ты не считал сказанного преувеличением, послушай Павла, который говорит о силе этой купели Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, царствие Божие не наследует 1 Коринфянам 6 глава Но как это, скажешь, относится к вышесказанному? Требуется показать, очищает ли все это сила купели, выслушай же дальнейшее И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа И духом Бога нашего 1 Коринфянам 6 глава Мы обещали вам показать, что входящие в эту купель ощущаются от всякой порочности Но речь наша показала больше То есть, что они и делаются не только чистыми, но и святыми, и праведными Он не только сказал омылись, но также осветились и оправдались Таково в человеколюбии божественного дара Он делает праведного и без усилий Если указ царя, написанный в немногих словах, отпускает на свободу виновных в бесчистенных преступлениях А других возводит на высочайшую степень почести То тем более Святой Дух Божий, всемогущий, может и избавить нас от всякого зла И даровать нам великую праведность И исполнить нас великого дерзновения И как искра упавшая в необъятное море этот час погасает И поглощенная множеством воды становится невидимой Так и вся человеческая порочность, погружаясь в купель божественного источника Потопляется и исчезает скорее и легче той искры Если же эта купель отпускает все наши грехи То почему, скажешь, она называется не купелью отпущения грехов Или купелью очищения Но более возрождения Потому что она не просто отпускает нам грехи Не просто очищает нас от прегрешений Но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся Аминь Аминь